Наконец-то у нас новая участница. Вика у нас художественная гимнастка. Профессиональный спорт это очень жестко. Тренера бьют. Я просыпаюсь в луже крови. Тебя это сломало немножко. Как дела твои? Я очень неплохая. Я очень маленькая ломочка. Начались болезни. Это ад какой-то. С чем ты пришла к нам? Я всегда хотела открыть школу своего имени. Идите туда, где есть конкуренты. Винер хороший психолог, и она это понимает. Я прям ее в канаду, если честно. Команда собрана. Я Вике завидую. Я потратила зря время. Твой контент полная гэта. О, привет, друзья. У меня сегодня нормальный такой разогрев, потому что вы даже себе не представляете, какая новая участница к нам придет. И Оле надо не опорфюрить. К нам сегодня приходит новая участница. Настоящая чемпионка художественной гимнастики. Представьте себе. Сегодня к нам придет Виктория, которая хочет перевернуть вообще видение художественной гимнастики, по крайней мере в нашей стране. И она придумала нечто очень крутое. И сказала, Оля, вы с Сергеем должны мне помочь. Поэтому прямо сегодня, и прямо сейчас мы ждем, когда она зайдет в этот кабинет для того, чтобы узнать, какое будущее будет у художественной гимнастики Украины. Ну, наконец-то у нас новая участница, которую уже, я думаю, долго ждали, потому что она не потому что я уже давно тебя анонсировала. Спортсменка, красавица, комсомолка и вообще очень классная Вика. Привет! Здравствуйте! Мы, на самом деле, с Викой уже достаточно давно познакомились, но какой-то у нас такой был затяжной, да, период Викиного прихода. Но, наконец-то, ты здесь! И Вика у нас не просто чемпионка, спортсменка и красавица, Вика у нас художественная гимнастка. Практически гости из будущего, да? Ну, пусть она сама расскажет про свои типы. Ну, гости из будущего, потому что я надеюсь, что Алиса моя спустя время будет тоже такой красоткой, чемпионкой и гимнасткой. Рассказывай, с чем пожалована? Спасибо большое! Да, занималась художественной гимнастикой с 4,5 лет. На самом деле, меня назвали вообще Викторией, потому что с самого детства хотели, чтобы я была спортсменкой. Пробовали, отдавали в разные виды спорта, и вот мне, именно мне понравилась художественная гимнастика. Сразу начала получаться, и вот так вот я прям поставила себе цель, хочу попасть в сборную. В каком возрасте ты попала в гимнастику? В гимнастику 4,5. Ну, тут немного старовато уже, как бы, было. И вот прям где-то, наверное, с 7 лет я поняла, что хочу тренироваться в сборной, когда я увидела Бессонову на Кубке Дерюгина и Гадынко, и прям загадывала желание на день рождения, когда задавала свечи на Новый год. И попала в сборную в достаточно раннем возрасте, я в 2007 году выиграла чемпионат Украины, и вот меня пригласили в сборную. Я начала тренироваться в сборной. И уже через год я еду на первое соревнование от сборной на гимназиаду. Это как универсиада для студентов, а это гимназиада для школьников. И, значит, я там беру серебро, и меня уже ставят на зарплату. То есть я уже вхожу в штатную сборную, так это все быстро-быстро, и вот дальше тоже пошло-поехало. Следующий год Олимпийский, в плане юношеские Олимпийские игры, это были первые в истории, вот решили поддержать молодежь, так сказать, чтобы они уже готовились к Олимпийским играм взрослых уже с юношескими. Какая страна это была? В Сингапуре. Шесть человек от Европы, и вот выбрали меня на всевозможных чемпионатах Украины, выбрали там трех гимнастик, потом выбрали уже меня. И поехала я на чемпионат Европы, там я вошла в эту шестерку, поехала на эту Олимпиаду, прошла в финал, и в финале так и осталась шестой. Это сколько лет тебе было? Это 2010-й, 14 лет. Потом я перехожу на взрослые, то есть на мастера спорта, выступаю уже не с юниорами, а с сеньорками, со взрослыми гимнастками, наравне вот прям со всеми самыми крутыми гимнастками. Еду на чемпионат мира, и мы там берем бронзу. То есть это было мне 15 лет было. И уже в 15 лет, хоть мне тогда еще его не дали международного класса, ну потому что там боялись, что я зазвежусь, там не знаю, что-то в этом роде. Ну и вот так вот как-то пошло-поехало. Единственное, что через год я заболела в 2017 году. Это, я думаю, больше такое психосематика. Я полгода болела разными болезнями. Я готовилась к Олимпиаде в 2017 году. Прям готовилась до последнего. Меня вот прям готовили. На всех прикидках я хорошо проходила. И вот прям прикидка за день до выезда я все хорошо проходила. Расскажи нормальным людям обычному, что такое прикидка. В общем, мы готовимся к Олимпийским играм. И чтобы понять, кто не только лучший на тренировке, а кто действительно не побоится вот этого напряжения, приглашают камеры, зрителей. В общем, я уже должна была ехать. И на следующий день уже как бы я не еду. Меня подзывают и говорят, что едет девочка, которая старше меня на 4 года. Как бы это не твоя Олимпиада. Ты подготовишься уже к следующему. Следующая будет твоя. Там уже будешь звездой. Тебя это сломало немножко. Подкосило. Да. И я уже подустала вообще от вот этого ритма жизни. И начались болезни. Болезни с чем были связаны? Что у тебя летели суставы? Или у тебя что с тобой происходило? Нет, более супразлично. Ну как, первое это было, я просыпаюсь в лужи крови. У меня кровотечение. Хотя я еще как бы, у меня никогда такого не было. Родители меня поскорой отвозят в детскую гинекологию. Оказывается, что там, я даже уже не помню какой диагноз, то ли было подозрение на кисту, потом там не киста, в общем. Но это не с гимнастикой как бы было связано. Нет, нет, все болезни не с гимнастикой. Я была таким ребенком, который болел очень редко, вот очень редко. И тут у меня ангина, потом двустороннее воспаление легких. Я прям вот не могу никак очухаться. Давай вернемся все-таки в момент, потому что он важный, да? Мы сейчас говорим не только о тебе, мы говорим о спортсменах. И очень большое количество нас смотрят, пусть не из спортсменов, но тех, у кого сейчас есть дети. В частности, да, вот, например, моя Лиса занимается художественной гимнастикой. И много родителей сейчас думают вообще, отдавать ли ребенка в спорт, не отдавать. Потому что, с одной стороны, мне очень нравится спорт с позиции того, как развивается мой ребенок, как он учится достигать целей, что у него есть интерес в жизни, да? Это как бы очень круто. Но ты была как бы с тем самым ребенком. И я хочу спросить тебя, то есть, первое, это приносило тебе удовольствие? То есть, тебе самой хотелось это делать? Потому что это сумасшедшие нагрузки, не детские совершенно, да? Вот сейчас Алисе 7 лет, и у нее уже 4-х часовые тренировки практически ежедневные, с одним выходным днем. Вот. Тебе это нравилось? До какого-то этапа, да. Вот я думаю, что в 2012 году. Что произошло, что тебе не нравилось, и как ты считаешь, что в художественной гимнастике для ребенка является самым сложным моментом, который ломает его? Потому что, когда я в первый раз попала в тренировочный зал с позиции мамы, уже в профессиональный зал, потому что Алиса начинала заниматься в детском фитнес-клубе, как бы ничего не предвещало беды, это были, ну, покатушки, да, там колобок такой катался, что-то пытался делать. И когда я первый раз услышала, как разговаривают тренеры, они не разговаривали, в принципе, я вот только слышала крики, вот. И для меня, ну, на меня вначале это произвело неизгладимое впечатление, то есть я поняла, что я общением, это ад какой-то. Позже, когда я начала уже, ну, смотреть на реакцию ребенка, начала понимать, что происходит, я, в принципе, к этой ситуации, то есть, ну, рассказывают о разных вещах, что там тренера бьют, еще что-то. Я считаю, что тут, конечно, очень индивидуальные есть моменты. Я, например, разговариваю с тренером, объясняю ему свою позицию, да, то есть, что для меня является в приоритете и не разрешаю, то есть, я прямо и говорю тренерам, что я не разрешаю, если когда-то им захочется что-то проявить, даже в экстренный момент, я не разрешаю такого подхода. Но профессиональный спорт – это очень жестко, да, то есть, это очень жестко. И, в принципе, я прекрасно понимаю, что как и в бизнесе, так и везде, если у тебя нету дисциплины и готовности работать на результат со своим тренером и его методику, как бы, брать за основу своей жизни, то, как вы говорите, результате, ну, сложно достаточно. То есть, существуют такие, как бы, уже, скажем так, издавна сложившиеся отношения, и немножко сложно представить эту модель по-другому. Мы все смотрели фильм в России, да, мы видели, как российская гимнастика построена, мы видели, как Виннер общается, мы видели все фильм про Мамун, когда волосы у многих становятся дыбом, да, и никто даже не вырезал ни эти маты, ничего остального. Вот позиция ребенка, что сломало, что было для тебя вот этой тяжестью? Очень правильно, что говоришь с тренером, потому что многие родители, вот, как слушают, вот, как учителей, да, родители слушают, раз учитель говорит, что ребенок, там, ведет плохо, все, то они вот его ругают. Так же и тут. На самом деле так не должно быть, все дети разные. И, например, вот, когда я тренировалась у своего тренера до сборной, ко мне был всегда подход очень лояльный, я была послушным ребенком, трудолюбивым, и вот у нас была гармония. То есть на меня не надо было кричать, чтобы я хорошо работала. Когда я перешла в сборную, там, как бы, методика другая, она ко мне не подходила. Я вот не люблю, когда меня оскорбляют. Сборная кто? Дерюгина? Кто тренировал тебя в сборной? Дерюгина. И когда вот тебя оскорбляют, и это, ну, незаслуженно, вот, говорят такие вещи, кем ты не являешься, ну, вот, меня это... Тебя это не мотивировало? Нет, не мотивировало, наоборот, да, наоборот. А были такие девочки, есть ли такие девочки, которых это включает? Да, есть, все разные. И вот, например, Мамун, она давала интервью и говорила, что вот в те моменты, когда Виннер на нее так кричала, в те моменты ей это тоже нужно было. Виннер хороший психолог, и она это понимала, как ты считаешь? Я прям ее в кванат, если честно. Привет! Привет! Ну, рассказывай, как дела твои? Ну, все очень плохо, это торговля, очень маленькая ломочка. На данный момент, наверное, где-то 1100, утром 96. Это с какого времени? За месяц? Да, основной это открытие, 5-го числа. Ага, так. Какие идеи? Ну, вот сейчас Вера сегодня поставила первую фотографию, она еще не оттетушировала, будем выпускать Инстаграм. Акции. Акцию 2 по цене. Ну, ни Инстаграм, ни акции тебя не спасут, это понятно уже, что, ну, неудачная, видимо, ну, во-первых, неудачный выбор торгового центра, да, ты уже поняла. Да, и грустно. Да, и, наверное, ну, неудачный выбор, ну, товар, наверное, не совсем тот, видимо, да, который люди хотят покупать. Ну, вот про товар я до сих пор не могу понять, потому что люди мне говорят, покупатели, что товар у меня интересный. Вот, и мне говорят, что хотят купить у меня именно. Ну, там, ну, там, ну, там, ну, там, ну, там, был покупатель, один канал сообщил, зайди, вот, в который... Ну, он пишет, что мне что не хочет, серебро хочет золото. А вот он говорит, что надо купить у меня, потому что там там эти золота, ничего не сказать. Ну, и в целом люди хотят, говорят, что у меня нестандартное, собственно, мне это нравится. Ну, я тоже такое, я всплецка. Вот, кстати, из этой суммы, да, в 100 тысяч, грубо говоря, половину, наверное, сделала одна покупательница. То есть она приходит, ты мне регулярно. На одну покупателю, конечно, она выедет. Ну, то, что они говорят, это не имеет никакого значения, да, имеет значение, покупают они или не покупают. Вот, это всегда. И они не покупают, это говорит о том, что ты не угадала со многими моментами, и, ну, просто в силу нескольких причин. Первое, то, что нет у тебя опыта совершенно в данной сфере. И понятно, что ты не могла угадать, естественно. И получается, что, ну, как мы и говорили вначале, в ритейл нельзя входить без парашюта, да. Ну, нужно время, нужно время на то, чтобы найти свое уникальное торговое предложение, свой товар найти, чтобы покупатели привыкли к тебе ходить. То есть, ритейл такая штука долгая, она не происходит быстро, сразу встала и торгуешь. Ты вот писала мне, что ты будешь искать другой торговый центр. Ты считаешь, в этом есть смысл какой-то? Ну, надо думать, да, есть смысл. Просто что-то надо делать, потому что здесь я не думаю, что будет лучше. Я не вижу динамики никакой за дня в день, не вижу всплеска по каким-то дням, например, к выходным. Или вспых по веществам. Ну, то есть, что-то, на что можно было бы рассчитывать и раскручивать в этом торговом. Ну, помнишь, когда мы с тобой первый раз говорили еще на мосту, ну, спрашивали тебя, на сколько времени тебе хватит денег? Ты говоришь, на три месяца, да? У меня есть три месяца, чтобы что-то придумать. Вот, месяц прошел, как бы, и торговли нет. Ты что-то придумала, чтобы ее улучшить? Есть идеи? Ну, я пока вижу только акции, потому что все вокруг проводят акции. Конечно, народ варит туда, где сманчивают предложения. На первом этаже, я не знаю, даже торгового центра, на первом этаже есть несколько магазинов, там, серебряных и золотых, которые регулярно публикуют акции, заманивают покупателей. Ну, а ты, проводя акции, у тебя что-то останется, какая-то прибыль? Ты же таким образом свою прибыль просто срежешь, и все. Ну, если увеличить цену, да, нужно прочитать, насколько ее увеличить цену, и для этого объявлять акцию. Ведь акции тоже у конкурентов проводятся от очень бешеных нерационных цен, которые без скида, без акций, в принципе, никто бы и не купил по таким ценам. Ну, экспериментируй, давай. У тебя есть, Тоня, какие-то идеи еще? Я думаю, что мы сейчас обсудим с тобой за кадром. Да, спасибо. Ну, держись. Спасибо. Да, спасибо. Спасибо. Тебя сломал вот этот жесткий подход. Ну, то есть для тебя это повлияло. Так вот раз, два, что не было, вот ничего, кроме гимнастики. Все-таки вот плохо, что не давали никакую разрядку, не давали даже вот иногда ходить в школу, вот, два раза в неделю, почему бы нет? Вот мы сутками сидим в зале. То есть когда ты попала в сборную, давай вот расскажем этот момент. Когда ты попала в сборную, это произошло в этот момент, правильно? Ну, до этого ты же просто ходила на тренировки. Когда ты попадаешь в сборную, что такое попасть в сборную? Расскажи нам, как меняется жизнь? Тебе говорят, будет результат, если ты будешь ходить только на одну тренировку? Ты говоришь, нет. Ну, так что, ты будешь ходить на две тренировки, не будешь ходить в школу? Ты говоришь, да. Что такое две тренировки? Расскажи, пожалуйста, по времени. Это в 8.30, ну, нужно быть в 8 в зале, чтобы разогреться. В 8 утра мы приходим в зал, разогреваемся и… В 8.30 начинается хореография, либо американка. Американка – разминка на полу, хореография – это как в балете, вот, балерины разминаются. Сколько времени шла одна тренировка? Вот вообще по-разному. Мы бывали тренировались весь день, вообще без перерыва. Особенно, если это постановка. В среднем, ну, раньше часы нас никогда не отпускали, но и позже четырех, это уже, если нас до четырех не отпустили на перерыв, то мы уже в шесть просим, типа, как одна длинная. Одна длинная, девятичасовая такая. То есть, если ваш ребенок попадает в сборную, то, в принципе, он свою жизнь полностью проводит в зале. И даже когда он ее проводит не в зале, то, во-первых, он мозгами в зале, потому что это все прокручивается, я просто живу с гимнасткой одной дома, по соседству, и вижу эти вещи. То есть, это как бы такая полноценная жизнь. И в какой-то момент, пока ты маленький, ну, немножко другая история, да, тебе интересно, потому что дети действительно этим живут, и я смотрю, что им гораздо интереснее быть друг с другом, чем быть действительно в школе, там, то есть, это компания. Ты что, мама, какая в школе дружба? Гимнастика? Вот дружба. Все по-настоящему, все классно. Когда ты попадаешь в сборную, ты попадаешь полностью в эту жизнь. И ты очнулась в 15 лет. Да, потому что я вот когда болела, меня родители под шумок отвезли еще на недельку в Египет. Ну, потому что я действительно уже 5 лет не была на море, вот вообще. Хотя я море очень люблю. И я там познакомилась с компанией своих ровесников, ну, может, старше на 2-3 года максимум людей. И я, ну, очень себя некомфортно чувствовала, потому что я поняла, что я их тупее. В чем твоя тупость, вот это ощущение тупости выражалось? Я ничего не знала, кроме гимнастики. Максимум, что какие-то фильмы я смотрела помимо спорта, а так вот спорт и дома это ВКонтакте там. И тебя это зацепило? То есть у тебя не было такого, что зато я так могу, зато у меня такие титулы, зато я в сборной, зато я... Это не перечеркивало того, что я... То есть тебя это именно цепануло? То есть для тебя это сыграло? Да, это зерно очень, которое я прям очень... Мне стыдно было, да, я прям вот сидела, мне было очень комфортно, что у меня прям один мальчик говорит, ты чего, успокойся, что тебе так некомфортно? А мне вот они просто говорят, вот... Скажи, пожалуйста, а у тебя вообще как с самооценкой вот было? Очень высокая. Это такой для меня удивительный фактор, потому что я, например, объясню тебе, я, например, всегда считаю преимуществом людей, которые чего-то достигли, да, я всегда говорю, там, смотри, вот 15 лет, вот ты просто учишься в школе, смотришь фильмы, тусишь где-то, ходишь по каким-то клубам, живешь, ну, совершенно... Твоя жизнь еще не началась. И девочка в 15 лет, которая, вот мы смотрели, да, выигрывает олимпийское золото, там выигрывают фигурное катание, то есть уже совершенно как бы другая жизнь. И с позиции человека со стороны ты в моих глазах гораздо выше, круче, и как бы все остальные проигрывают тебе, потому что у тебя есть цель, у тебя есть безумные результаты, ты уже огромную часть своей жизни, ты уже вот, ну, как бы достигаешь, у тебя сумасшедшие результаты. И тут сидит кто-то, кто читает какие-то там книжки, посмотрел какие-то фильмы, которые ты не смотрел, и ты рядом с ними думаешь, боже, я, ну, как бы, моя жизнь вообще капец, мне стыдно жить своей жизнью. Это как? Какая самооценка? Нет, не стыдно, но я поняла, что я очень многого не знаю, что я с этими людьми, которые вот, мои ровесики... Это удивительно, это удивительно, что у тебя тут случился провал. Ты согласен со мной? Да, согласен, согласен. То есть ты сидишь, вот для меня ты королева и богиня по сравнению с теми людьми, вот я себя чувствую полным говном, потому что я смотрю сериалы, а ты уже завоевываешь мировые пьедесталы. То есть это просто, я тебе говорю, вот такой интересный какой момент. И хорошо, окей, на тебя это подействовало, и что происходило дальше? Я готовилась к чемпионату мира, где-то только к весне я вычихалась, потому что после того, как я приехала, я опять заболела. Я набрала вес, было очень тяжело, точнее, я не думала, что я буду выступать на чемпионате мира, но меня прям за два месяца, максимум в июле, а выступать надо было уже в сентябре, поставили в групповое. Я никогда в групповом не стояла, особенно вот так на серьезных соревнованиях. И девочки были против, но тоже это была очень тяжелая подготовка, именно психологически, потому что в групповом, если ты лажаешь, то вся команда. И все девочки против, потому что они говорят, как она вот все болела, там, туда-сюда, она вообще не групповичка. Ну, а вот тренеры говорили, вот надо. Наверное, они хотели, вот чтобы я все-таки, если я этот чемпионат мира пропущу, то они думали точно, что меня потеряют. Наверное, какая-то такая была стратегия. В общем, я справилась. Упражнения, которые меня поставили, мы сделали хорошо. Мы взяли в бронзу. Вот, мой второй бронзный чемпионат мира. Но всю подготовку... У меня уже было вот именно скучно. Я в любой какой-то момент могла там, даже не только во время тренировки, там, сходить, ну, пока мы уйдем в уборную, обычно девочки там с кем-то поговорят, покушают что-то, мне было вот интересно что-то почитать, узнать. Я вот уже витала в облаках, думала, что будет после, я там думала, идти на журналистику, может, там. Ну, вот кинет, блядь, блядь, блядь. То есть у тебя мозг стал из гимнастики вылетать. Вот он, да, стал деформироваться, и вот ему было интересно, что будет дальше уже тогда. А в гимнастике пристало быть интересно. Плюс накладывалось все эти, как бы, унижения, все, тоже думала, ради чего, это четыре года терпеть, ради того, чтобы еще пополнить, там, не две медали будет, а четыре. Ты знаешь, ну, наверное, самое грустное во всем этом, я сидела с грустным выражением лица, потому что, ну, этот опыт, который мы с тобой получили, очень часто хочется, ну, думать о том, что это просто был, просто был какой-то вот такой опыт, а бывает другой, да. Но, видишь, многие нас не слушают, считают, что, ну, как бы, нет, у меня получится по-другому, я спасу, как бы, ну, ничего не спасаю. Ну, вообще, я заметил, знаешь, когда, ну, начинающий предприниматель, у него появилась какая-то идея, то он, ну, похож на человека, который, ну, как бы, видит только то, что хочет видеть. То есть он не видит объективную картину, он видит только те, те факты, которые подтверждают его теорию. Помнишь, как она говорила? Я там поговорила с кем-то, они мне сказали, что у них тут торговля бойко идет, и вот это вот, то есть, знаешь... Знаешь, они мне очень нравятся, когда они приходят, мне иногда становится не по себе, потому что я себя чувствую, знаешь, женщиной с топором, которая обрывает им крылья. Иногда я думаю, ну, это как своему ребенку сказать, нет, это не получится, туда не ходи, вроде бы не хочется этого делать. Вот Вика, например, да, наша героиня, у меня тоже по ней есть нюансы и вопросы, потому что так завзято, как бы, впрыгивает, и думаешь, ну, да, у нее, наверное, должно получиться. Многие к тебе говорят, зачем делать сразу столько вещей? Ну, ведь можно это все слить, ведь не хватит, там, денег, средств, энергии, еще чего-то. И вот со Светой, вот я просто сейчас думаю, если бы я сейчас была Светой, наверное, первое, я бы не искала другой торговый центр. Второе, я бы, наверное, все-таки, как можно скорее до Нового года бы, постояла бы и выходила бы из этой темы. Третье, наверное, я бы, может быть, не продавала бы остров пока, ну, нашла бы куда-то возможность его поставить пока что. Вот, и, наверное, если все-таки с темой прощаться не готова, я бы, наверное, расположилась онлайн все-таки. Я бы расположилась онлайн, собственно, то, с чего мы и говорили. Ты читаешь мои мысли. Вот, ну, видишь, я не зря 10 лет с тобой живу под одной крышей. Я бы расположилась онлайн, я бы упаковалась, я бы приручила аудиторию, я бы прощупала аудиторию, я бы посмотрела на товар, который есть. То есть вы не понимаете того, что онлайн – это не то, что дешевое существование, нет. Но если бы вы вложили этот миллион в онлайн, а не в офлайн, а вы бы вложили его практически целиком в маркетинг, практически целиком в маркетинг, то, на что у вас не хватает денег, когда вы входите в офлайн и тратите все на магазин, на будку собачью, на персонал, еще на что-то. В онлайне этого все, это все можно избежать. То есть, и проба пера гораздо дешевле. Но опять же, ты трафик в онлайне находишь себе сам, не тот, который по торговому центру идет, а тот, который ты хочешь дойти. Ну, то есть, ты будешь выбирать. Почему, например, в том же онлайне совершенно неинтересно для нас было, когда нам говорили, вот рекламируйтесь на нашем портале, миллион людей у нас посещений. Да плевать, какое количество посещений. Вопрос, эти люди на меня идут или нет. Это огромное, вот мы недавно выступали на мероприятиях, и было одно маленькое мероприятие, куда люди пришли на меня, и мы распродали все, что принесли. И было большое мероприятие, где людей было значительно больше, но люди пришли не конкретно на меня, и мы практически ничего не продали. То есть, не показатель того, сколько вот этих людей вокруг. Сколько людей, другое ваше они или нет. Конечно, это очень важный момент. И, наверное, Света, тебе я бы сейчас порекомендовала этот опыт прекратить, все-таки, ну, прекратить. До Нового года, да? До Нового года, да, до Нового года максимум. На Новый год, конечно, можно торгануть с акциями, со всеми делами там, как-то хотя бы попытаться выплыть, но сделать ставку все-таки на интернет, для того, чтобы тему все-таки не закрывать, и есть товар, и так далее, и экспериментировать там. Там огромная платформа для экспериментов, совершенно неограниченная география, безумная. Можно плотно упаковаться все-таки сделать хороший бренд, ну, серебряная шкатулка, ну, это вообще. Нету никакого УТП, ну, ничего такого нету. И я бы продолжила игру все-таки в онлайне. Ну, видишь, мне тоже новички со своим УТП, они считают, что у них вкус лучше, чем у остальных. Это не УТП. Вы должны понимать, что ваша уникальность не во вкусе, потому что вкусы абсолютно разные. Ваша уникальность не в том, что у вас более, как вы говорите, качественная, индивидуальная. Да, забудьте вы об этой хрени. Вы должны очень четко спозиционироваться и дальше направить весь маркетинг на то, чтобы это позиционирование и это УТП раздуть. на то, чтобы люди то, что вы придумали про себя, вот этот мем создали, чтобы люди тоже в это поверили и тоже начали о вас так же говорить. Это очень важный фактор. Важно подкреплять то, что вы задумали. Любой бренд, зажигалка начиналась то же самое с этого. Каждый раз мы должны, помимо того, что мы решили это так назвать, мы должны это подкреплять, вкладывать в это деньги, вкладывать в это энергию, вкладывать не просто придумав название, но назвали бы меня спичка. Да? То есть оно должно садиться делать. Уже можно. Да, уже можно. Это точно дохуделось, да? Вот, ребята, это очень важный момент, Свет. И я, наверное, все-таки тебе порекомендую, ну, Новый год пережить, наверное, все-таки. С этим опытом ты говорила, что опыт тебя не убьет, значит, не убьет. Но я бы поработала с тобой все-таки в онлайне. Я считаю, что там есть гораздо больше шансов и понимание того, что на это нам также потребуется время. Также потребуется время. Не ждите, пожалуйста, этих быстрейших результатов. Ну, нет. Тем более в ритейле. Тем более в ритейле. И помните, что если кто-то куда-то не идет, а Света говорила вначале, что в этот торговый центр, что мне понравилось, там нет конкурентов. Идите туда, где есть конкуренты. Идите туда, где плавает рыба. Не надо идти и радоваться, что никто на берегу не сидит. Значит, рыбы тут нет. Ну, люди не дураки. Тем более в нишах, в которых уже огромное количество игроков. Правильно? И огромный опыт. Ты опытный рыбак. Тебе виднее. Знаешь, я очень хочу ошибаться каждый раз. Правда. Но Света очень импонирует. Я даже вспомнил на прошлой съемке. Я даже загорелся ее уверенностью. Мне хотелось в это поверить. Но, к сожалению, да. Свет, я… Веры недостаточно. Я считаю, да. И считаю, что ты этот опыт получила. Мы не имели права… Ну, если бы ты не ввязалась, когда приехала, мы бы тебя остановили. Мы не имели права тебе обрубить крылья, потому что ты бы сама всегда сомневалась и думала, а может быть они мне… Да. Ну, как бы… Вот это была моя возможность. Но я бы здесь не отчаивалась. Это опыт. Дорогой опыт. Но именно такой опыт запоминается. И именно такой опыт становится тем самым фундаментом, на котором мы можем что-то строить. И он тебя сделает сильнее. Я думаю, что он сделает не только сильнее, но и превратит тебя все-таки из наемного сотрудника, пусть и хорошего, в достаточно хорошего предпринимателя. Это просто твой путь. И когда-нибудь ты обязательно напишешь об этом в книге. Я каждый раз, попадая в какую-то жесть, говорю, когда-то я сделаю из этого бестселлер и заработаю кучу денег. Что, собственно, регулярно чем и занимаюсь. Пошли фигачить. Пошли фигачить, Свет. Пожалуйста, выходи на связь. Скажи нам о своем решении. Мы будем рады с тобой продолжить работу, где бы ты ни была. Но я предлагаю тебе все-таки эвакуироваться и продолжить историю в интернете и в онлайне. Я думаю, что мы сможем поработать над этим уже по-взрослому классно, с чувством такта, расстановкой и получить достойные результаты. Потому что баллон с воздухом заканчивается. Баллон с воздухом у тебя заканчивается. И очень не хочется, чтобы ты осталась на дне и мы ничего не могли с этим поделать. Когда ты сказала о гимнастике, то все. Ну вот чемпионат мира, мы берем бронзу и на следующий день, ну нам дали пару дней отдохнуть, но когда уже надо было выходить на тренировки, я тогда пришла в зал и сказала, что все. Ты получила третье место на чемпионате мира, да? Групповое. Окей, тебе 22, ты 5 лет, не живешь с художественной гимнастикой и в тех тесных отношениях, которые ты была. С чем ты пришла к нам? Я всегда хотела открыть школу своего имени, прямо с маленького возраста, когда начала заниматься художественной гимнастикой. Но я знаю, что что мастер-классы, что оффлайн-школы своего имени у нас не разрешают открывать. То есть там тоже пытались девочки, там и мастер-классы, все суются палки в колеса. И я даже вот решила туда пока не лезть и решила сделать вот проект онлайн. Потому что на самом деле, чем в одну школу приглашать врача, психолога, диетолога, а потом, если ты захочешь открыть филиал в другом городе, то нужно тоже нанимать таких же профессионалов, где их всех взять. Всем привет! Часто родители сталкиваются с вопросом, куда дать заниматься дочку, чтобы укрепить ее мышцы, дисциплинировать, сформировать характер, развить фигуру и пластику. Мой базовый курс от школы Шинкаренко поможет быстро и без особых усилий понять, что такое художественная гимнастика, нравится ли она вашему ребенку и подходит ли она ему, научиться о зам и получить сильную базу для дальнейших тренировок. В программу моей школы, помимо систематизированных уроков, входит дневник результатов с обратной связью от экспертов, семинары на интересующие вас темы, полезные статьи в блоге, закрытое онлайн-сообщество, тренировки от звезд художественной гимнастики, конкурсы с призами, а также помощь в подборе школы и тренера. Это первая онлайн-школа художественной гимнастики, аналогов которой нет в мире. Я решила сделать онлайн, потому что одни профессионалы смогут работать в этой школе и можно лишить более комплексно все потребности, потому что гимнастки должны уметь делать красивые прически и макияж, это тоже часть, что мы учим, уметь красиво танцевать. Мы приглашаем разных танцоров, то есть не только гимнастические движения, а вот от ча-ча-ча до контемпа и даже до вога там танец рук. То есть вот какие-то такие моменты, я решила, что это реально передать в онлайн, плюс не во всех школах проводятся мастер-классы от звезд художественной гимнастики, нужны для этого деньги. Если они проводятся, то это редкость, это раз в год максимум, а в онлайн-школе тоже есть такая возможность посмотреть какие-то советы из опыта именно от звезд художественной гимнастики. 122 аудитория, давай вот возрастная группа, для кого это, кому это? Есть два уровня в школе, возможно будет третий, сейчас расскажу. Есть новички, то есть это совсем маленькие дети, которые может быть вообще еще не начали заниматься гимнастикой, либо вот только-только начали, вот как Ева. И тоже у родителей очень много вопросов, переживаний. Ева завершила карьеру в 4 года, она сказала, мне не нравится, как тренер со мной разговаривает, я больше ходить не буду. Вот честное слово, то есть я пыталась с ней поговорить, она сказала, на меня кричат, мне это не нравится, я пошла на танцы. И в 4 года, запомните, страна, Ева завершила карьеру художественной гимнастки. Рыдай, страна! Я говорю, может ты одумаешься, она говорит, ча-ча, раз-два-три, мне нравится больше. И вторая целевая аудитория, это гимнастки, которые им уже нравится тренироваться, они бы хотели повышать свой уровень, повышать свои результаты. Ну это больше для родителей, нежели для подростков, потому что в 13-14 лет ребенок еще не платежеспособный. Это родители где-то с 30-45, это осознанные родители, которые занимаются осознанным родительством, то есть которым не безразлично чем занимается. Возраст у детей 13-14-15 лет для осознанных родителей? Думаю, даже 10, 15, даже 16. У них есть проблемы, у них есть масса на самом деле проблем, мотивации, они уже думают бросить, но понимают, что если бросят, как они будут жить без художественной гимнастики, проблемы с питанием, непонятно какой рацион построить, еще какие-то проблемы, ну вот такие проблемы, которые не решаются в их местных школах. Есть также такая потребность некоторых детей, которых вообще нет в их поселке зала и тренера. Но это такая маленькая достаточно прослойка, но изначально они заложили мне такую идею, то есть они мне написали, сказали, у нас нет возможности, мы очень хотим заниматься художественной гимнастикой, можно мы там скинемся, ты нам видео пришлешь, с чего начать. Вопрос сразу такой, но дети, которые еще не занимаются гимнастикой, это понятно как бы, да, они не занимаются, и родители могут купить этот курс для ребенка. А те, которые уже занимаются гимнастикой, вот представляешь, например, да, вот ты тренер по гимнастике, и ты тренируешь каких-то детей, и тут к тебе подходят родители и говорят, а вот может быть нам купить там онлайн-курсы продаются Вики Шинкаренко, что бы ты ответила ребенку? Ты тренер, да, а родители хотят купить советы другого тренера? Ну адекватный тренер, поинтересовался бы, что это за школа, что там дают, потому что возможно у них в школе нет возможности пригласить танцора, пригласить гимнасток на мастер-класс, чтобы они научили какие-то свои фирменные элементы. Давай тогда сразу обсудим момент этой школы, да, ну целевой аудитории все-таки, то есть это небольшие города, где нету школ больших, что это? Давай вот как-то вот эти нюансы обозначим. Это небольшие города это раз, а два это в любом городе для тех, кому не хватает родителям гимнасткам информации. Ну это проблема все-таки небольших школ, небольших городов, ну чего-то небольшого, потому что я слабо представляю, что те, кто занимается у Дерюгиной, даже в нашей школе, я себе слабо представляю эту картину, когда я бы купила, ну я уже догадываюсь, что тренер бы мне сказал. Ну понимаешь, есть момент, например, образования, которое мне было бы интересно, то что ты говоришь там макияж, послушать психологию даже не моему ребенку, а мне, как мне себя вести с ней в тот момент, когда она мне говорит, мама, я не уверена, что хочу заниматься гимнастикой, или как мне правильно сделать так, чтобы у нее не было ощущения, как у тебя в 15 лет, сидя за столом с подростками, что дура она, а не они, да, ну неполноценная пусть не дура, вот, то есть вот эта проблема, она, наверное, меня бы заставила купить, ну как бы смотивировала бы, я подумала, да, классно, то есть это больше образование для меня. Просто понимаешь, в зависимости от того, насколько мы изначально грамотно определим целевую аудиторию, будет успех всего остального. Конечно. Потому что если мы ее определим неправильно и будем, как бы, бросать бюджеты, предложения, да, там, маркетинг наш, настраивать его не туда, мы будем вылетать в трубу, поэтому я так в этом плотно ковыряюсь сейчас, потому что важно понять, для кого эта боль, не просто боль, а он готов заплатить за это деньги. Потому что все, когда с ними говоришь, все говорят, да, нам все надо, конечно. Но как только доходит момент до оплаты, люди говорят, очень здорово, замечательно, но в следующий раз. Ты говоришь о том, что такого нет, да, онлайн-школ по художественной гимнастике нет. Такое комплексное, да, да. Да, никто еще не создал, не у нас, а где-то в Америке, там, ты смотрела? Я смотрела, есть не в Америке, есть в России, но это как покупать один урок, то есть за деньги, вот урок смотреть, это только для маленьких деток, да, такой базовый курс, но это не школа, то есть там нет обратной связи. А все-таки какой результат должен получить человек, который покупает твой онлайн-курс? У каждого своя потребность, и кому-то важно, например, научить ребенка правильно питаться, построить ему такой рацион, при котором у него будет и силы на тренировки, и на школу, ну то есть он больше покупает для питания. А кому-то важно, чтобы гимнастка в себя… Для питания именно для гимнастики? Да-да-да, именно для художественной гимнастики, потому что это ведет именно руководитель комплексной научной команды. То есть это мама гимнастки, которая должна ей купить твой курс, где ты учишь правильно питаться? Ну не я, а именно специалист. Опять я возвращаюсь к фигуре тренера, потому что если это гимнастка, у гимнастки есть тренер, и он авторитет, иначе бы, ну да, он стопроцентный авторитет в гимнастике, потому что она у него занимается. Он авторитет для родителей, для ребенка и так далее. Какая у них должна быть мотивация, чтобы уйти, ну не слушать авторитета? Потому что авторитет же им тоже рассказывает, как надо питаться, да? Он о них орет. Мы как дополнительная или как предподготовка, или как дополнительная подготовка? Мы не заменяем. Нет, я к тому, что это как бы известная для них информация, просто они… не факт, что они выполняют эти рекомендации, да, они же знают эти рекомендации. Но это так же, как есть онлайн-школы по фитнесу, да? Все знают там, что нужно приседать, и будет у тебя ху-па-орех. Ну и все покупают онлайн-школу, потому что есть сообщества, где коммуникация с единомышленниками, это интересно. Есть менторство. Да, но покупают взрослые люди. Есть менторство. Для меня большая загадка, потому что я никогда… ну у меня нет опыта, да, для детей именно, продуктов для детей. И для меня понятна мотивация взрослого человека, вот. И несложно понять мотивацию здесь… ну здесь мы продаем тоже взрослым людям вроде бы как, да? Но продаем взрослым людям ту потребность, которую уже закрывает, как бы хотим закрыть потребность, которую уже их тренер закрывает. Тренер ребенка эту потребность по идее закрыл. Другое дело, если вообще нет тренера никакого, ну ребенок не занимается ничем, и они хотят сами заниматься, может быть. Но если есть тренер, мне кажется, фигуру тренера тут не обойти, тут вообще бесполезно. Мы специально, когда человек попадает в нашу воронку, присылаем всевозможные полезные статьи, и самый основной этап продажный – это именно мастер-класс. Так, у тебя уже есть какая-то воронка? Да, есть. Для меня теперь не до конца понятно… А что за продукты? Вот, да. Для меня не до конца понятно, как выглядят все-таки теперь продукты. То есть я поняла, что есть две целевые, как бы, группы. Вот. Как выглядит? Я покупаю, например… Один продукт на всех и на эту… Нет, разные. Нет, мастер-классы разные. Смотри, я покупаю, например, продукты для новичка, для Евы. Я хочу вот, чтобы Ева онлайн, мы занимались гимнастикой. Что я покупаю? Как это выглядит? Сколько это стоит? Единственное, что сейчас для запуска я выбрала сделать сначала для продвинутых, потому что мне эта ситуация кажется более… Хорошо, давай, для продвинутых. Окей, у меня Алиса ей 10 лет, и вот, например, да, я решаю, окей, посмотрю, на мастер-классе побыла, что ты предлагаешь? Какой, что это за продукт, как это выглядит? В самом маленьком пакете, юниорский он называется, там идет разминка, такая хорошая разминка, которую… Это видеозапись разминки, сколько она длится? Видеоразминка где-то минут 30. Чем она отличается от той разминки, которую мой ребенок обычно делает в зале? Внимание к деталям, потому что я снимаю детей, которые учатся в хороших тренеров в киевских школах Дерюгиной, они делают упражнения, я уже не говорю про сложные упражнения, элементарные, кардинально неправильно. То есть это упражнение должно быть на выворотность, они его делают, ну, оно ничего не разрабатывает. Я исправляю, говорю, ты слышала о таком? Нет, не слышала. И так на каждом упражнении. Есть та мелочь, которую на самом деле исправляла только Людмила Николаевна Дерюгина. То есть ты рассказываешь о деталях выполнения этой разминки? Да, и очень большое внимание уделяем на то, как уберечь от травмы. Потому что именно это начинается с разминки. Если разминать что-то неправильно, можно это не размять, и потом пойдет травма. То есть это 30-минутное видео, которое туда входит. Дальше. Да, в самый маленький пакет. 12 уроков систематизированных. Они систематизированы от простого к сложному. И они разные по времени, абсолютно разные. 12 уроков – это что? Туда входит абсолютно все. Ну, вот если первый – это мы сделали станок. Хореографически тоже с вниманием вот этим деталям. Не у всех есть вообще хореография в школе. Потом мы держим ноги, махи делаем. То есть это уже такое большее на именно удержание ног. То есть это различные физические упражнения. Их 12, потому что в 12 вошло все, что есть в художественной гимнастике. Мы их как-то вот так вот. Так, ясно. Дальше. Три танцевальных урока. То есть это приходят танцоры, и мы учим танец. Точно так же, как в любой онлайн школе по танцам, только по идее это должен повторять ребенок. ОФП – урок, подкачка на мышцы. СВП – специальная физическая подготовка, справочник для мам и магазин. Ну, это уже такое более общее. Магазин в спортивной форме с 15% скидкой. Справочник для мам – это просто статьи, такие же, как мы даем в полезность, только на другие темы. То есть все возможные статьи, как форум. Возможно, там будет еще какой-то новостной канал про новые правила. Возможно. Ну, что-то такое информационное. Пока что это статьи. И какая цена такого пакетика? Три тысячи гривен, если вы послушали мастер-класс за полторы тысячи гривен. Курс действует три месяца. То есть предложение полторы тысячи гривен? Да, курс и приведи подругу, и вдвоем получите еще какие-то 10%. Ты именно гривен на цену определяешь, да? Ну, я пока вот сейчас на Украину. Пока на Украину. Да, но это несложно. Будет на русскоязычную аудиторию. В принципе, мне понятие на этот пакет. То есть я как мама, да? Ну, вот давайте теперь позицию мамы. У нас там тут повезло, у нас есть роли мамы. Позиция мамы. Мой ребенок занимается художественной гимнастикой. И мы действительно частенько наблюдаем за тем, что ребенок делает что-то неправильное. И наблюдаем это обычно, когда старшая девочка говорит, Алиса, у тебя не получается крутить, потому что ты ногу не так развернула. Или Алиса говорит своей подружке, там, ты спину неправильно держишь, поэтому ты валишь. У тренера реально, чтобы вы понимали, мы часто видим такую картину, когда один тренер и, например, 30 гимнасток тренируются разных возрастов. И тренер умудряется всеми жонглировать. Это тоже очень крутой навык. Но естественно, что все досмотреть он где-то не может. И даже на индивах и так далее, и так далее есть нюансы. И ребенок действительно что-то делает неправильно, в результате чего либо у него не получается, либо возникает травма. Есть такие мамаши, я к их категории не отношусь, но их очень много в художественной гимнастике, которые во все вникают, им все надо знать, и как правильно эта стопа там тянется и так далее. И, в принципе, наверное, мне из интереса тоже было бы разок прикольно посмотреть это с ребенком. И я хочу сразу всем сказать, что девочки-художественные гимнастки даже в 6 лет, это девочки, которые очень хорошо врубаются во все детали, когда смотрят, то есть они понимают, что такое носочки, пальчики и все вот эти вот нюансы. Выборность птичка. Да, они могут смотреть вот так вот чужое выступление и говорить, а, так она тут не додержала, а тут она не дотянула, а тут... То есть они понимают как бы нюансы. Поэтому, в принципе, это имеет место быть, когда ребенок может... Если вы поедете в отпуск, например, Алиса захочет не терять форму, вы включили. Ну, скажем, в отпуске это, наверное, хуже, она там не теряет форму без видео, вот это другая немножко история, да. Но, в принципе, да, наверное, это можно сделать. То, что ты сказала по поводу мам, мне, например, этого очень не хватало, потому что я долгое время вообще себя чувствовала полной дурой, не понимая, что такое эти категории, как они определяются, почему А, Б, С... Да, 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 артистизм. Вся эта история, как ставятся оценки, как судят, кто такие эти категории судьи той, той, той. То есть почему это... Это как минимум интересно, потому что, повторюсь, когда мама едет на соревнования, а мама в этом живет. Окей, второй пакет, что это такое? Что туда добавляется? Все то же самое. Еще одна программа разминки, она называется стретчинговая. То есть это специальные тренировки на развитие именно растяжки и гибкости. Там другой комплекс, другой подход даже... А, нет, не только это, еще другое. Да. Например, видео по тому, как мы учим делать прическу и макияж, тоже туда добавляется. Туда добавляется семинар по питанию от Ирины Сиваш, сессия вопрос-ответ у нас в конце обучения, онлайн-мастер-класс от меня личный, когда мы можем по видео с ребенком позаниматься по желанию. Вот жалко, что не взял телефон, так бы было... Туда добавляется достаточно большое количество. Он стоит 6 тысяч гривен и 3 тысячи гривен после. То есть 3-6. Да. Меньше 100 евро. Да. У меня лично большие сомнения в продукте для детей, да? Потому что, ну вот, реально... Детей я их разобью. Да. Вот я бы, если бы на твоем месте, да, что бы делал, я бы сделал продукт вот для таких девочек, как Оля, ну, неважно, да, которые хотят классно выглядеть, которые хотят, там, растяжку, шпагат, какие-то хореографические упражнения. Это вот понятно, это очень понятный продукт. То, что ты рассказывала, и питание, и психология, там, еще там, все вот в эту одну кучу вмешало, он очень размытый, получается, продукт. Его будет очень тяжело продавать. Я не знаю, как ты сможешь его там на мастер-классе, ну, потестируешь, да? Но у меня лично вот... Даже как его... Кому его рекламировать? Как найти своего целевого клиента каким-то образом? По сообществу художественных гимнасток. По сообществу, таргет, как бы... Фейсбук достаточно умный, чтобы потратить какой-то бюджет, искать подобных интересных. Давай ты потестируешь, да, скажешь, да? Я просто хотела сказать, что я когда спрашивала... Я интервьюировала разных мам, мам из садика, мам, которые сидят, ждут детей после тренировки, то есть уже гимнасток, ну, чтобы понять целевую аудиторию, какие у них потребности, которые вот потом внедрить школу. И одна из мам, когда я спросила, а вот вы бы занимались вместе с ребенком, может быть, даже вместе бы там, сами бы тоже там УФП сделали, подкачали пресс. Она говорит, почему бы нет? Знаете, я плавать научилась в онлайн-школе. Кто? Кто? Мама. А, мама собирает. То есть кто-то учит людей плавать в онлайн-школе, а кто-то это покупает, и кто-то выучился плавать в онлайн-школе. Он научил взрослого, взрослую тетю плавать в онлайн-школе. Надо плавать. Ну, как бы очень специфический продукт, это есть. А здесь, смотри, здесь дети уже занимаются, у них есть тренер, который всему этому их учит. И ты как бы немножко противопоставляешь этому тренеру себя. Ну, в данном случае идет определенное все равно противопоставление. И это не очень хорошо. Вот, если бы ты как-то, ну, был бы продукт, который бы дополнял тренера, и который тренера мог бы сам рекомендовать. Говорил бы, вот там классный продукт, купите, у вас будет лучше. В данном случае тренер не будет тебя рекомендовать. Конечно, так бы было бы лучше. Сделала бы еще один пакет чисто теоретического характера. Куда бы взяла, как красить, как разговаривать с ребенком. То есть без... Без уроков. Без уроков, без того, что, вот знаешь, именно очень сильно противоречит реально тренеру. И где мама может побояться. Потому что у нас тренер, например, говорит всегда один и тот же, как бы у него ответ на все эти ситуации. Я с ним абсолютно согласна. Он говорит, что если вы решили стать тренером, то забирайте своего ребенка и тренируйте его сами. У нас как бы есть один тренер, который тренирует. Если вы не доверяете мне, то досвидос. И, в принципе, это как и в бизнесе. Я тоже очень не люблю, когда человек ко мне пришел. Например, мы работаем. Он говорит, а вот я была вчера у Маши, и Маша сказала так, какого чурта ты ко мне пришла? Поэтому тут конфликт однозначно есть. Чтобы был однозначно продающийся пакет, который ты могла бы таргетировать и продавать без ущерба конкуренции, и где мама бы не задавала тренеру вопрос, покупать или нет все-таки на эту тему, я бы тебе рекомендовала сделать еще вот такие вещи, именно где обучается мама, момент психологии, как накрасить, как то, как питание, но без физического. То есть попробовать, по крайней мере, потестить. Мне кажется, что этот пакет, он будет такой, знаешь, более безопасный и для мам как бы прикольный. Я бы лучше сделал бы продукт на взрослых тетях и просто вот потестировал бы, кому проще продавать, детям или взрослым. Понятно, что там конкуренция. Ты пошла в нишу, где нет конкуренции, да? Ну, где еще не ничего. Не, у меня не еще легких путей. Это легче пойти в нишу, где конкуренция в этом случае. Взрослому гораздо проще продавать, это уже одежду, конечно, да, но опять-таки. Например, вот у нас в школе мы не можем покупать никакую форму своим детям, кроме той, которую говорит наш тренер. Так, все-таки ты, ну, ты придумала все, знаешь, уже сделала, настроила воронку, создала продукт и все-таки к нам зачем-то пришла. Далеко не все. Еще, может быть, все поменяется. Может быть, все остальные пакеты не нужны будут. Что ты хочешь сейчас? Вот то, что вы уже мне даете советы по вот, как вы думаете, по целевой аудитории, как вы думаете, будут там отписываться, ну вот. Не, а мы под этим видео разместим ссылку на твою там воронку, да, чтоб люди зашли, прошли по ней и написали свое мнение вообще, что они хотят. Готовы ли они это покупать? Есть ли у них такая потребность? Напишите нам, ну, особенно мамы гимнасток. Я даже сброшу в группу гимнасток нашу большую и попрошу фидбэка обязательно у мам, вот, обратную связь, вот, потому что это, ну, классно, ЦА как бы непосредственно. Мне очень интересно, я очень обрадовалась, когда тебя увидела, потому что это интересная и важная для меня тема, не просто интересная, да, и важная, потому что у нас тоже на данный момент у моей дочери мне говорят, вы предопределили уже будущее своей Алисы, я говорю, вот, к счастью, моя дочь сама предопределяет, определяет и будущее сегодняшнего дня и до конца недели она, в принципе, планирует быть гимнасткой, вот, поэтому не тема интересная. Мне кажется, вот, ну, сейчас я вот думаю, я вспоминаю о том, как, например, мы своим детям покупаем игрушки, они смотрят какие-то детские каналы все время, и там на этих детских каналах им показывают какие-то распаковки этих угол, да, они смотрят, да, и они нас заставляют это купить, да. То есть целевая аудитория, хотя у нее нет денег, но она очень четко своих родителей заставляет купить то, что она хочет. Таким образом, например, если есть, ну, продукт все-таки позиционировать, если попробовать, таким образом на ребенка, чтобы он заставлял своего там, свою маму это купить. Но это кто? Это, ну, я вот сейчас, это фантазия, да, но, может быть, натолкнет тебя на какие-то идеи. Да, конечно. Да, смотри, ребенок смотрит о том, как девочка какая-то гимнастка классно делает. Вот, моя Алиса подписана на несколько ютуберш крупных девочек с большими очень каналами-гимнастками, которым мамы начали в свое время развивать эти каналы, да, это может быть интересным каналом продаж, вот, абсолютно, потому что у меня Алиса тоже вот частенько какие-то элементы делает, да, да, это, кстати, неплохая очень история. Я знаете, что предлагаю сейчас? У нас сейчас такое, ну, как бы, мы знакомство, да, поверхностный разговор. Я все-таки предлагаю к нашей следующей встрече, и она у нас будет скоро, потому что нам нету сейчас смысла расставаться надолго, я предлагаю к следующей нашей встрече, во-первых, чтобы ты очень понятно все-таки на бумаге подготовила нам полностью свои продукты, чтобы ты прислала нам сейчас все то, что у тебя уже есть, потому что ты уже натворила, правильно, какие-то ссылки, какие-то воронки, какие-то лендинги, какие-то вещи, чтобы мы с Сергеем могли уже это потестить, да, посмотреть на это. Мы обязательно получим обратную связь от людей в том числе, и мы сможем тогда уже, то есть вот максимально все то, что у тебя есть, я хочу, чтобы ты прописала вплоть до того, как ты ведешь вебинар, построение твоего вебинара по блокам, что, где, когда, потребность, куда закрываешь, потому что мы в этом тоже весьма сильные ребята, и я хочу это посмотреть. Я смотрел твои уроки, которые ты мне присылала еще. Да, это маленькая еще, это не продвинутый, это новичок. Спортивная разминка для маленьких гимнасточек. Значит, ты по шестой позиции, ножки вместе, и начинаем бегать на месте. Давай, думай руки и колени. Вот так. Вдох. Глубокие руки наверх. Опускаемся в складочку вниз, выдыхаем. То есть задача наша разогреться на этом упражнении. Идем дальше. Понимаешь, вот соприкосновение какое-то, да, это как бы такие бесплатные уроки, да, ты присылала, которые ты, они должны продавать. Вот соприкосновение с этим, оно, вот эти как бы хорошие они, но слишком все просто. Вот когда происходит соприкосновение с каким-то продуктом, вот в инфобизнесе, в онлайне, да, это должно быть что-то вау. То есть для человека должно быть какое-то открытие произойти. То есть какой-то прорыв, да, в сознании, или если это там какие-то упражнения, то что-то ему такое показать, что он раз сделал, и у него сразу что-то такое получилось классное. Такое. Ну, условно говоря, раз, и он за пять минут сел на шпагат, я условно говорю, да. Потому что на этом уровне у человека такой прорыв сразу. Тогда он хочет купить уже платную продукцию. Смотрите, я предлагаю все-таки, Вика, пришли, пожалуйста, все, что у тебя есть, чтобы я могла это детально абсолютно изучить и посмотреть. Я предлагаю нам в следующий раз встретиться в зале, вот, я выделю тебе женщину, какой-нибудь пожилого возраста, лет семи. Вот. И мы, во-первых, помимо бизнеса, мы увидим в реалии вообще вот с позиции «мама в кадре», что называется, мы увидим те нюансы, ты покажешь в принципе, на которые стоит обращать внимание. Онлайн только оффлайн. Да, онлайн только оффлайн у нас будет. То есть мы посмотрим вообще в принципе. И мы в том числе узнаем мнение ребенка. Вот, мы попробуем ее каким-то образом напоить и подпоить, и задать ей вообще вопросы, да. Просто посмотреть. Это тоже такой очень интересный нюанс. Конечно, да, интересный. Потому что, в принципе, наш конечный потребитель – это ребенок все равно. И нам тоже этот момент важно знать. Ну, по крайней мере, попробовать. Потому что, когда я спрашиваю детей, с которыми мы записывали видео, им все очень нравится, они все очень благодарны. Ну, вот, а Ермиловы мы такие, знаешь, как бы странненькие люди. Прямо линейные. Разненькие. Поэтому, я думаю, это будет интересно. И я до этого времени просмотрю все, что у тебя возможно посмотреть и то, что возможно поставить вам. Мы обязательно поставим тоже какие-то ссылки для того, чтобы получить от вас обратную связь. Сегодня это важно, интересно. Я очень прошу, когда вы пишите комментарии, пожалуйста, попробуйте, хотя бы попробуйте. Не теоретически их писать, а писать практически, отвечая на вопрос, вы бы за это, например, заплатили деньги, а вас бы это зацепило, вас бы это заставило. Давай договоримся вот на этой части. И я думаю, что в следующий раз будет гораздо более понятнее уже, что происходит. Я уже во всем поковыряюсь и скажу тебе, с чего бы я рекомендовала, на чем бы сейчас спедалировать свое внимание и вообще насколько этот продукт нужно докрутить. Потому что всегда есть два момента. Есть момент самого продукта, который иногда нам кажется очень хорошим, а он на самом деле не докручен. И это провал, потому что ну как бы в этом будет проблема. И второй момент это то, когда мы либо неправильно все-таки немножко подобрали целевую аудиторию, либо неправильно это упаковали не под тем соусом. И за счет этого наш классный продукт мы не можем продать тем, кому это необходимо. Вот это нужно. Вот то, что ты готова как бы на этот эксперимент с этой целевой аудиторией, ты абсолютно права. В отличие от той же Светы, которая платит аренду и прочие вещи, у тебя нет таких рисков. Вот. То есть так или иначе все равно это гораздо более безопасный вариант. И тот опыт, который ты получишь, да, его можно будет применять, конечно. Какой бы, да. Дальше какой бы продукт ты не придумала, это уже будет как бы твой опыт. И будет это проще. Вот, да. Однозначно будет проще. У меня вчера тоже уже была истерика, я уже, ну, очень сама критична к этому, ну, и к продукту, и к себе. И когда вот ничего не нравится. Это уже вебинар. А вчера я пыталась переделать, поздно ночью приехала домой тоже, пыталась переделать вебинар, чтобы я его сама вела. И тоже, мне кажется, все это вообще не стыкуется, нелогично, я не могу. Ну, я с удовольствием поработаю с тобой над этими и над проведением вебинара, над всем. Давай просто сейчас ты хорошо как бы двигаешься в темпе, но вот чуть-чуть не торопись. Вот чуть-чуть как бы, потому что иногда вот эти вот торопливые ситуации, они забивают. Тут очень важно вот все-таки на каждом этапе сделать все вот как нужно, докрутить. Потому что в противном случае ты делаешь это все просто спусковой крючок в никуда, это очень обидно, правда? Мы сейчас стали больше как бы все-таки, как бы темп есть, но надо все обязательно прощупать. Тем более, раз уж ты пришла к нам, раз уж ты заплатила за это деньги и у нас есть и тем более в этом компетенция, давай сделаем это вместе. Целевая аудитория. Кстати, да. Это круто. Кстати, тоже, да. Мне тоже, я же говорю, мне очень интересен этот экспириенс, и мне будет очень понятен твой контент, и я тебе смогу точно сказать, Вика, это прикольно, кому-то, например, может быть. Или я тебе скажу, ты знаешь, ну как бы я потратила зря время, твой контент полный. Окей, друзья, тогда, собственно, мы ждем от вас помощи, мы ждем от вас комментариев, мы ждем от вас любых. Может быть, мамочке есть какая-то боль определенная, которая у вас болит, и вы хотите сказать, Вика, а нам не это надо, нам надо другое. Или не мамочки, или просто девушки, которые хотят, может быть, растяжки научиться, еще чему-то от классной художественной гимнастки. Может быть, вы скажете, какой продукт. Может, можно будет сделать пакет в этой же школе для тех, кто взрослая категория людей, никогда не занимались гимнастикой, это будут новички, но новички и дети. В общем, мы крайне ждем от вас любого фидбэка. Мне очень понравилось общение с Ермиловыми. Изначально я шла на этот проект, зная, что Оля моя целевая аудитория, и действительно, я очень заинтересовал проект. Я вижу, что ей искренне хочется мне помочь, ей само интересно. Я услышала очень много гипотез, о которых я сама не задумывалась, буду тестить их, пробовать, внедрять. И, ну, когда не знаешь, что хорошо, что плохо ты делаешь, важно слышать вот мнение со стороны, потому что моменты, которые мне казалось, я делаю абсолютно неправильно, они не смутили. Они, наоборот, сказали, что это хорошо. Вот то, что мне казалось абсолютно то, что точно должно быть, показалось, что вот этого не нужно. Ну, в общем, прислушалась ко всему, со всем, в принципе, согласна. Очень круто. Так, слушай, ну, я вообще уже так давно не выбирала команду, что, мне кажется, уже все забыли. Кстати, в последнее время анкет стало приходить меньше. Друзья, мы напоминаем вам о том, что у нас новые участники подходят, и сейчас будут дальше, поэтому вы можете также становиться участниками команды, для этого необходимо заполнить вот такую анкету, которая у нас онлайн, ссылочка на нее под этим видео, и, в общем-то, стать участниками. Кстати, я сегодня нашла как раз из свеженьких тоже людей. Ну, смотри, Вика у нас делает онлайн-проект, правильно? Да, правильно. Вот, и, соответственно, я посмотрела на все ее сейчас странички, она делает лендосики, она сейчас инстаграм старается вести, она сейчас будет снимать видео. Вот, поэтому, исходя из этого, давай все-таки вот еще раз обсудим с тобой, да, мы так уже плюс-минус приняли решение. Значит, смотри, первое, я предлагаю, вот у нас появилась девочка Баграмян Жанна, она из Киева, она занимается СММ. Вот, у нее достаточно неплохой профиль в Инстаграм, продвижение в соцсетях, она пишет, рассказывает о том, как что-то делать, я думаю, что, ну, как вообще правильно это делать и так далее. У нее не накрученный аккаунт, что мне нравится. Я думаю, что, по крайней мере, нужно нам ее пригласить в следующий раз и посмотреть, потому что Вике эта помощь нужна. Согласен? Согласен, Инстаграм нам нужен для онлайн-проекта. Есть. Второй человек, помнишь, у нас был олейник Евгений, он был с девушкой Алина. Алина занималась праздниками, а Евгений был на кастинге, он занимался созданием роликов, графическим дизайном, обработкой видео. Я думаю, что это то, что нужно Вике, и они смогут вместе либо сделать серию видео, либо сделать какой-то классный презентационный видеоролик. Да. Я думаю, что это будет интересно. Может проявиться. Может проявиться. Поэтому, Евгения, я тоже предлагаю брать. Потом, недавно, буквально мы с тобой были на мероприятии, где я выступала, и ко мне подошла Юлия. Я ее сразу узнала, потому что Юлия дизайнер. Она подруга нашего с тобой бывшего сотрудника. Вот. И она говорит, я так жду, когда вы меня пригласите, и мне кажется, что как раз настал тот самый час, потому что она делает услуги, предоставляет графического дизайна. Я посмотрела на Ландос и Вики, всплакнула. Я тоже. Вот. Да. Они очень, ну, такие… Сухие. Сухие, грустненькие. Вот. Ну, понятно. Ну, и так, молодец. Уже и так у нее куча всего. Поэтому, я думаю, что Юлию нужно присоединить, учитывая, что этот проект на девочек. А Юля, я помню, говорила о том, что она любит девочек. Что она любит дизайн такой, ну, как бы девичий. Поэтому предлагаю Юлию. У меня еще один человек в команду есть. Кто? Алиса Сергеевна Ермилова. Алиса Сергеевна Ермилова. Слушай, ну… Манкету, правда, надо заставить ее заполнить. А ты думаешь, что она пойдет бесплатно? Ермилова. Я ее буду уговаривать. Я думаю, что тебе будет это стоить много кукол, лол. Хорошо. И так далее. Я отработаю. Да, кстати, Ермилову, да, утверждаю. И я подумала о том, что нужен классный фотограф для девчонок, потому что инстаграм и так далее. Вот Вика использует фотографии, я смотрю, гимнастические девочек. Ну, хотелось бы, чтобы это выглядело несколько иначе. И не давеча, чем вот на днях. Я делала с Аней Белокур фотосессию. Аня оказалась, ну, каким-то мега-человеком. Вот, очень талантлива, очень крутая, с ней очень интересно работать. Я думаю, что скоро мы этими фотографиями забросаем с ней весь интернет. Мало того, она меня заставила сделать эту съемку. Мне кажется, она вообще собрала всю команду, то есть меня только вбросили туда. Поэтому я считаю, что Аня мега-талантлива, очень классная. И я хочу ее увидеть в этой команде. Я думаю, что как раз сфотографировать художественную гимнастику, гимнасток с их телами. А она, допустим, что она будуарная вообще. Она вообще любит тело. Она мне говорит, когда мы там снимались, она мне говорит, вот сейчас солнце светит так, и ты так улыбаешься, что я бы тебя раздела. Вот, в это время мы были с ней в ресторане. И я говорю, Аня, а я говорю, Аня спокуха. Но поскольку гимнастки, они все равно полуоголенные, я думаю, что Аня зайдет. Поэтому я Аню приглашаю к нам в команду. Угу, здорово. Ну, крутая команда. Вот, да. Я Вики завидую. Поэтому в следующий раз… Это же мы с тобой. Этих людей мы с тобой уже по умолчанию. По умолчанию. Без нас уже ничего не работает. Поэтому в следующий раз мы приглашаем эту команду сюда. Будем знакомиться. Я надеюсь, что все дойдут. Ну, если кто-то не дойдет, у нас еще есть много людей. А вы, пожалуйста, заполняйте анкеты. Если вдруг кто-то только проснулся и присоединился, мы напоминаем, что вы можете становиться как участниками нашего шоу. Для этого тоже можно заполнить анкету, которая находится под видео. Так и участниками команды, которая будет помогать. Которая будет иметь возможность проявляться, заявлять. У нас уже есть очень хорошие люди, с которыми мы буквально в разных уже… И с тем, и с тем героем общаемся. Яна Мещук у нас чего стоит. Уже стала практически стилистом нашего проекта. Уже даже ее ребенок стал стилистом нашего проекта. Потому что мы живем уже в съемочных всех процессах и в жизнях наших героев. Поэтому до встречи. Команда собрана. Сейчас осталось Ленке всем позвонить, обрадовать. И если люди от ужаса не скажут, да упаси бог, идите вообще, не хотим с вами работать. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Ура. 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 Ну что, друзья. Наше шоу набирает оборотов. У меня есть к вам очень важные вопросы. Во-первых, мы постоянно переживаем о том, что наши выпуски страшно длинные. И мне хочется, чтобы вы написали нам все-таки, какой хронометраж для вас является приемлемым. Потому что мы вырезаем какие-то блоки, и вы кричите, зачем вы вырезаете все. Мы не вырезаем, вы кричите, почему все так длинно и долго. Давайте все-таки с вами поговорим об этом. И я вас прошу написать, устраивают ли вас часовые выпуски, как вы смотрите на то, когда выпуск полтора часа. Ну и, собственно, может быть делать что-то покороче. Это для нас важно. Мы обещаем, что мы продолжим развиваться. У нас каждый раз очень много различных идей. И сейчас наше шоу терпит различные виды изменения. Потому что хочется менять вас не только в бизнесе. Многих хочется менять снаружи. И мы тоже приступили это делать. Я бесконечное количество раз буду благодарить вас за то, что вы самые офигенные крутые зрители. Потому что вы пишете мега комментарии. Я вообще горжусь, когда я общаюсь с любыми блогерами, с любыми предпринимателями, которые ведут свои каналы. Я говорю, что у меня, в отличие от всех остальных, самая классная аудитория. Потому что таких комментов нету нигде. И я буду поощрять, поощрять и поощрять вас в этот раз. Это будет снова розыгрыш книги за самый классный комментарий. Пожалуйста, напишите сегодня, как вам наша новая героиня Виктория. Насколько та тема, которую она предлагает, по вашему мнению, будет востребована. Особенно, если вы родители девочки. Насколько это актуально. Особенно, если вы родители художественной гимнастки и понимаете эти боли не понаслышке. Пишите свои идеи, как бы вы рекомендовали развиваться. Присоединяйтесь к нашей команде обязательно. Если вы можете чем-то помочь, быть полезными, пожалуйста, пишите. Мы все это внимательно и внимательно читаем. Ну и, собственно, пойду-ка я буду собираться. Потому что мы выезжаем на следующую съемку к следующим героям. Для того, чтобы все успеть до Нового года. И на Новый год тоже не оставить вас без выпусков. Так что не забывайте подписаться на наш канал. Поставить нам лайк за наши старания. Наши мальчики очень радуются, когда вы их хвалите. Стараются и стараются. Поэтому хвалите нас больше. Ну а мы, собственно, будем продолжать работать. Пока!